Добрый день всем присутствующим. Я хочу начать наше мероприятие, для которого мы сюда собрались. Это у нас проводится Новомосковским районным центром занятости. В этом году проводится ярмарка вакансий, удовлетворение потребностей работодателей в комплектовании кадрами из числа ищущих работу жителей города Новомосковска и Новомосковского района. Место проведения у нас военный комиссариат, потому что сейчас стоит проблема комплектования кадрами военнослужащими за контрактом. Потому что наша армия должна перейти на контракт с 2001 года. И этот закон актуальна именно в этом плане. Значит, в работе нашей ярмарки принимают участие. Горецкий Людмила Анатольевна, заскутный головы Новомосковской районной державной администрации социальных пытаний. Ткаченко Зоя Викторовна, начальник управления пенсионного основа Украины на Новомосковском районе. Кириша, майор Кириша Микола Сергеевич, выполняющий поиски начальника территориального центра комплектования особовым складом, заступный вискового комиссара Петропетровского областного комиссариата. Значит, и в работе принимает участие Капинус Вадим Николаевич, главный специалист областного центра занятости отдела сотрудничества трудоустройства. Значит, и в работе нашей ярмарки принимают участие представители воинских частей. Это заступный командир бригады с гуманитарных пытаний, полковник Костевич Руслан Евгеньевич, это наша воинская часть А-1302. Значит, заступный командир полка с гуманитарных пытаний, подполковник Матыка Сергей Николаевич. Это воинская часть А-12-14. Дальше заступный командир гуманитарных частей Сашенко Алексей Владимирович, это воинская часть А-33-36. Значит, капитан Чокан Юрий Витальевич, воинская часть Т-03-20. Значит, и присутствует у нас заступник городского отдела наш Семисалов Александр Анатольевич, майор милиции. Я хочу сказать, что тема сегодняшняя «Державная політика занятостей на допомогу войсковым» очень актуальна. И в связи с этим мы проводим этот семинар. У нас есть потреба в том, чтобы довести до видом вас шляхи, как вам поступить в инжене ситуации. Хочу сказать, что наш міськрайонный центр занятостей тесно взаимодіє с Новомосковской райдержадміністрацией. И в нас завжди есть оперативная информация про потребу в кадрах, про позиции, которые надаются теми или другими предприятиями. И тому хочется верить, сподіваться, что «Державная політика занятостей» військовым, которые хотят выбрать тот или иной шляху працевлаштувания, будет всегда в поддержке. Спасибо. Спасибо. Я верю, что тут, в первую очередь, конечно, контингент, который необходим для комплектования военнослужащими за контрактом в военнослужащих, которые дислоцируются на территории Новомосковского района, города Новомосковского, для комплектования военнослужащими, точнее, специальным составом органов внутренних дел, как города, так и районам. Я хочу кратко рассказать принципы и порядок комплектования военнослужащих по контракту, какие необходимо собирать документы и порядок поиска вакансий, как в межрегиональном центре занятости, так и в военно-комиссариатин. Начнем с того, что приемная військова услуга за контрактом в районослову Украины проводится в мобильнице доволеного закону Украины про військового оборудового військового службы. Указа президента Украины номер 1053, при предположении про прохождение военнослужащих по видной категории военнослужащих по наказанию Украины номер 322. Порядок принятия на военнослужащих по контракту. После надходных заявок от командиров частин до комплектования своих подразделов и частин военнослужащих по контракту, они поступают заявки до объединенного военнослужащего комиссариата, также мы подаем эти заявки до министра районного центра занятости, где растворен целый стенд, даже сайт, для обобщения, для загадывания данных заявок и надания послуг мисковому районному населению для пошуку вакансий в данном напрямку. Более детально можно узнать про эти посады, которые должны комплектоваться с военнослужащими за контрактом, безпосредственно в военнослужащих комиссариата. Звертается громадянам до вискового комиссариата, безпосредственно до особи, яка выполняет обовиски правочих костейля, и майор Коваль, начальник видеокомплектования с обовым складом вискового комиссариата. Выбирается від ту посаду, яка им подходит наиболее, может ознайомиться с порядком приема цей посады, вимоги, які предъявляются для цей посады, грешовое забезпечение, которое за обеспеченность висково-службовстве, которые будут приняты на цю посаду, и все социальные послуги, которые надает держава и висково-частына для висково-службовства за контрактом. Беждитально по цему пытанию представники висково-частына беспосредственно расскажут про все вакансы посады, які они вам предлагают. Кратко освещу документы особого права кандидата. Будь от громадянина, скажем так, или висково-забовязанного за висково-службовства за контрактом в ножах до месяца календарного. То есть висково-забовязанного повинен вызначиться с посады, на кого он божает, на кого он божает проходить службу, взятый у командира численно, в отношениях. С этим отношением прибывает висково-комиссариат, где он начинает оформлять свою особовую справу. Проходит материчная комиссия на предмет предатности для подхода висково-службы, проходят проверку в контрольных органах, если нужно, оформляют допусты державн в таймнице. Потом оформляют особовую справу, и с особовую справу уже направляют в посады висково-частину для подальшого прохода висково-службы. Мы привыкли, что пенсия, которая стосуется только людей похилого века и тем, кому не забавлено пенсию. Но на сегодня, после того, как введено в дию новый закон про пенсионное забезпечение, слово «пенсия» стало актуальным для всех, для всех тех, кто даже только начинал свою трудовую деятельность. Если раньше за законом про пенсионное забезпечение до стажа трудового входили всі періоди, служба в армії або работа без всяких умов, без всяких умов склад внески, то с 2004 года вводится такий страховый стаж, то есть период за якийсь плаченый внески входить до страхового стажу, на основе которого будет нараховаться ваша пенсия. И сейчас человек должен отвечать про свой стаж, про свой страховый стаж, начинал уже после школьной главы. Что касается пенсионного забезпечения, вот именно того периода, когда человек проходил військовую страховую службу, до 2007 года этот период зараховывается без плати внески. С 2007 года, с сентября месяца, начинал, за тех, кто проходил військовую службу, сплачуется страховое внески до пенсийного фонду. Это молодые люди, они это чувствуют, они, может, даже этого не знают, но уже начиная с сентября у вас идёт страховый стаж. И начиная с 1 сентября уже поддягают социальному страхованию, на пенсийному страхованию, и весь особовый склад, військовых частин. Та війна майменні працівники, которые и ранее поддягали пенсийному страхованию. Платиться за вас, платятся внески, от сегодня, как вы рассчитываете внески, за каждого солдата. Берется минимальная заработная плата, множиться на 33%, и от этого сумма еще 30% платится за вас. Каждый год эта сумма будет доводиться до 100%. То есть через 5 лет уже будет полностью платить за вас внески. Что касается тех случаев, когда человек не работает, служила армию, не работает, но желает зарабатывать какой-то период в стаж, существует такой вид, как добровольное страхование. То есть человек, который не имеет постоянного места работы, официального перехода до пенсийного фонда, заключает договор о добровольном страховании, сплачу внески, в этот период ему входят до стажа. Звичайно, и стаж, и заработная плата будут влиять на размер вашей майбутной пенсии. Поэтому при працевлаштовании обратите внимание и объясняйте для себя, как официально вас берут на работу, как официально за вас сплачуются внески. Вы можете подойти раз на рік с паспортом и кодом до пенсийного фонда управления и почитать, как же за вас работодавцы подавали видимости про вашу заработную плату. Потому что у нас ведется персонифицированный облик, на каждую застрахованную суду заведется карта особая, и там накопичаются все видимости. На жаль, на сегодня у нас... ...кто хочет связать свою работу, вернее, работу, будущую жизнь с воинской частью. Разделим, хочу разделить свое выступление на две части. Много о социальных гарантиях защиты расскажу я, и потом непосредственно о тех профессиях, которые в должностях у нас существуют. В бригаде расскажет начальник строевой, майор Кемченко. Итак, 93-я механизированная бригада... ...крокосов, подряд. Я вас попрошу, включите на рабочем столе фильм Газыкаева, чемпионат на бой. Фильм, да. Я буду говорить, вы будете, соответственно, смотреть то, что наработано подразделениями бригады. 93-я властейская механизированная бригада была создана на основе 62-й механизированной бригады и 13-й бригады морской пехоты. В 1943 году, повторюсь, те бригады, которые принимали участие в битве под Сталинградом, были выведены, и станцией Лунка-Уразова в Белгородской области была создана 93-я механизированная дивизия, которая своими боями прошла практически всю Европу и закончила боевой славной путью в Браге. За все существование дивизии было награждено 76 офицеров, солдат, военнослужащих, звание Героев Советского Союза. 28 стали полными кавалерами орденов славы. На базе 93-й дивизии формировались первые миротворческие подразделения, которые принимали это и в миротворческих операциях на территории бывшей Югославии, Ирак, Ливан, Либерия, Сьерра-Леона, Египет и Эфиопия. То есть, видите, наша бригада самая мирная, самая, в общем, такая, которая необходима для выполнения всех боевых задач. Нашей бригадой дивизии командовали такие знаменитые люди, как командир сейчас 6-го аргейского английского Днепропетровского корпуса генерал-майор Бессараб, начальник штаба ПДН-аппаративного командования генерал-майор Мирулин, начальник штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Мажеровский и бывший министр обороны Украины, ныне вице-премьер-министр Кузьмук. Бригада состоит из 12 основных подразделений, это 12 батальонов дивизионов, это механизированные подразделения батальоны, танковый батальон, зенитно-ракетный артиллерийский дивизион, бригадная артиллерийская группа в составе двух самоходно-артиллерийских дивизионов, реактивный дивизион, противотанковый дивизион, батареи управления начальника артиллерии, батареи управления начальника ПВО, группа инженерного обеспечения, ремонтно-восстановительный батальон, батальон материального обеспечения, рота РХБ захисту, разведывательная рота, комендантский взвод, медицинская рота, клуб и оркестр. То есть, военная армия – это элита всей страны. Да, действительно, на сегодняшний день, вы сами можете только представить, что в вооруженных силах Украины, слушай, да, действительно, здоровая элита Украины. Почему? Потому что в вооруженные силы принимаются молодые люди, которые прошли три медицинские комиссии. И эти медицинские комиссии поставили каждый врач, что, да, действительно, ставить подразделение нашей бригады, вооружение, которое находится, а техника, которая стоит во вооружении нашей бригады. Сейчас вы наблюдаете действия бригадной артиллерийской группы. Это вы видели выстрелы гаубично-самоходно-артиллерийского дивизиона, а также реактивная дивизиона. Здесь бригада комплектована практически 50 на 50. 50% это военнослужащие срочной службы, 50% уверенно выполняют. Вот вы видите действия разведки. Розвезды, разведывающие газеты, постановка задачи. Разговорить на ракетном комплексе УПСА. Стрелец регулированный, полный метник. Так, механик водитель танка, механик водитель БМП, командир боево-машины пикотик, командир танка, навядник танка, заступник командира взвода, командир боево-машины, командир гармати 2321, старший навядник гармати 2321, командир боево-машины БМ-21, это реактивная установка Liz or less have won. старший наведник этой системы, командир миномета, старший наведник миномета. Также есть очень большой перелик посад водеев, как старшие водеи, так и водеи, водеи-храненники, водеи подготовительных машин и так далее. Также есть перелик посад у подраздела безопасности, это в первую очередь в ремонтных подразделах, это гадалтер-звальники, проспорт-звальники, мастера и так далее. Также есть начальники сходятся. Становлюсь на посадовых окладах. Посадовые оклады за 1-го вагонской службы складывают для посадов из штатной категории рядовый старший солдат, от 858 грн до 990 грн. Посад из штатной категории молодший сержант, старший сержант-старшина, от 1-1045 грн до 1170 грн. Кроме того, в ВССР за контрактом виплачивается, щороку надается материальная допомога в размере посадового оклада за зоня, которая складывает примерно 350 грн. Кроме того, при выплате очередного выпуска, сейчас она называется основная выпуска за год, виплачивается допомога на оздоровление, в размере вашего грошового оклада за посаду, то есть при выплате выпуска получаете 2 оплата, один оплата за месяц, который вы служите, плюс допомога на пирог. Дальше, в зависимости от заменения посады, то есть условия выплачивается в разных видах надбавки. Значит, за службу там идет процентовка, а 25% и выше, примерно 5 лет прослужили надбавка, 10 лет прослужили надбавка и так далее. Я рада презентовать також свою військовую частину А-12-14, це 121 окремий гвардейский фокшаново-муденский організм Александра Немского и Черновной Зерки, лінійно-музловый полк связку, одна славетная, единственная в Збройных силах Украины, боевая часть связка, которая имеет такую историю. Свою боевую историю частина началась в 1941 году. Я извиняюсь, что у нас не выходит в программном обеспечении, у нас также подготовлена соответствующая презентация частины. Свою историю частина началась в 1941 году, это маловедомые факты, когда на тот час еще войска Радянского Союза вошли на территорию зараз Мусульманской Республики Иран, потому что тогда вторгнение на территорию Радянского Союза планировалось из территории Ирана. Частина пройшла всю войну, за мощности героев было присвоено почесненное именование Фокшанский, это за участь в боях за место Фокшани на территории Угорщины, и Мукденский, это когда после закончения войны в Европе часть была перетисловлена до Маньчжурии и принимала участь в разрушении милитаристской Японии. Было присвоено именование Мукденский. Так же частина награджена гвардейским знаком, гвардейская частина, и Гордан Олександра Невского и Червоной Зерки уже 60 лет находятся на прапоре частины. После закончения Великой Вечеринской войны частина до 1953 года базировалась в Забайкальскому військовом окружении, и с 1953 года до 2006 года находилась на территории Дніпропетровск. З метою більш якісної подготовки частини виконання завдань за призначенням частину 2006 року було передисловлено до селища міського типу Черкаське. Частина сама по собі специфічна, це окремий полк зв'язку, він структурно складається з польових узлів та батальйонів зв'язку, польових узлів зв'язку, лінійно-кабельного батальйонного зв'язку, центр мобільних узлів зв'язку та підрозділів забезпечення. Якщо зараз ви, у кого є бажання, можете, будете, якщо їхать в Черкаське, то ви побачите зараз розвернуто польовий узлів зв'язку на території полігону, на Новосковського полігону, там знаходяться наші станції, зараз стоять. Розповідати, ну, в зв'язку з тим, що ролик у нас не виходить, іти. От, вакансії у нас самі різні, порядка 250 вакансій, значить, специфіка така, що різниця в заробітній платі така, що більшість вакансій наших, це військовослужбовці за контрактом, які будуть виходити в службу в частині, вони будуть отримувати ще додатково кошти за таємність. Тому що багато станцій, вони забезпечують режим таємності для управління вищими органами управління, вищими штабами, в тому числі Збройних сил України. І тому військовослужбовці, які допускаються до роботи на цих станціях, вони будуть отримувати ще додаткову надбавку за таємність. По посадам, я повторюватися, не буду багато аналогічних посад, які в частині 93-й механізованій бригаді, це водій, але дуже багато посад, це телеграфісти, телефоністи, начальники станції, начальники екіпажів станцій зв'язку, забезпечення буртожитку, у нас також в частині є буртожиток, проживання на територію буртожитку безкоштовне. Для військовослужбовців, які отримані, які одружені, то проживання на території буртожиток, у селищі військового типу, Черкасське. Всі дані про нашу частину, також умови заробітної плати, ну умови заробітної плати, я вам скажу, такі від 940 гривень вакансії, у нас ідуть від 940 гривень. Усі залишені в центрі комплектування і військового комісаріату, і на Московську району, а також в обласному військовому комісаріату, залишили. Які будуть встановитися питання? Офіцери, наша частина, хочу продовжити, наша частина дуже молода, в нас створена в 2002 році, повна назва, 502-я кремль, мотальонна радіоохоронної боротьби, призначена для виявлення системи управління противника і його радіоуподавання. Тобто, якщо зв'язківці встановлюють систему управління, то наше основне завдання це подало. Частина за своїм складом маленька, окремий батальйон, знаходиться вона також вискоти Черкасському, складається з трьох рот, дві роти радіоуподишкод, третє рота виявлення та ціловказання, рамок і озвод забезпечення, медичний пункт і клуб частини. Вакантні посади у нас старший оператор, водій електрик, начальник з ховища. Якщо не проходили військову службу, передбачається перепідготовка і підготовка фахівців, які проводяться на базі Житомирського військового інституту радіо-електроліки. Наряду можна з розширшовим забезпеченням на період відрядження вплачуються кошти на відрядження, які спадають 25 гривень на добу. Перепідготовка буде тривати три місяці. Соціальні гарантії, вони характерні для військового службу в цілому спадковій службі. Маємо свій оператор на території частини. Для неодружених, для одружених. Це оператор, який знаходиться в Космотенч-Черкасському офіцерському операторію. Который существував ще с 2004 року, в тому що він був переименований в отдельний ремонтно-восстановительний батальйон. Батальйон, в принципі, час у нас небольшой, займається ремонтом, вооруження і воінській техній. Можемо предложити вакансії. Це водителя категории Б, С, Е, с окладом минимально 858 гривень. Мастера, всевозможні мастера, любі спеціальності, то є приглашаємо людей, які мають техніческе образування. Любове техніческе образування, місто завжди найдемо. Командири отделений ремонтних, с окладами 1023 гривень і більше. При желанні мастера водителя можуть пройти обучення в воїнських частях учебних в Министерстві оборони і занять посадок командирів отделений. Кроме того, зараз у вооружённих силах предоставляється вонослужчям по контракту обучення в гражданських заведениях для приобретення спеціальності с квалифікацією бакалавров-спеціалістів за счёт Министерства оборони. То есть, якщо кому це интересно, то тоже, пожалуйста, просимо знання. Час знаходиться в Черкасському. Майор Демченко, в принципі, розказав, як добратися. Маршрутка номер 40-102. Удобні вам буде, конечно, на 102-й доехати до конечной остановки. С 2005-го года мы находились в составе вооружённых спроев Всевух України. С 2005-го года мы находимся в подчинении Министерства охраны. Значит, основные задачи, которые выполняются, это восстановление строительства автомобильных, охрана железнодорожных в Москву. Значит, основной зброєю является у нас дорожно-строительная техника. Значит, вещевыми денежними удовольствиями обеспечиваемся в полном объёме и вовремя. Значит, плюс к этому мы выплачиваем материальную допомогу, отпускные и командировочные. Выплачиваются тем людям, которые находились на объектах работ за межами города Новомосковск. Значит, на сегодняшний день у нас существуют такие вакансии. Командир отделения, заступный командир взводу, води категории Б, С, Д и Е, води краневник, водолаз, механик води, механик, капривник, электрик, токарь, пожежный, моторист, пантанёр, машинист-экскаватор, стрелец, музыкант, механик, сапёр, электросварщик, машинист-бультузер, слюсер и тракторист. Значит, грошевое забеспечение военнослужащего контрактной службы первого года службы является 1000 гривен. Значит, кто заинтересовался, можно, значит, район дислокации нашей воинской части, это город Новомосковск, район Кулебовка. Проехать туда можно автобусами 11, 15 и 4. Значит, контрактный телефон 586-64. В связи со статьей 1 закона Украины о милиции, милиция – это также вооруженные уровни исполнительной власти, призванные защищать права из повлёд и граждан, преступных противовательств. Посему служба милиции не менее почётна, чем служба в больных силах Украины. Значит, то, что касается наших социальных властвах. В соответствии с положением о прохождении службы, граничный возраст пребывания на службе – 45 лет. Далее. Ну, после 45, это до полковника включительно, после 45 при наличии нормального состояния здоровья и так далее, судьба проявляется. Значит, начнём с того, что посадовый прокладок. Для рядового и начальницкого склада у нас раздел немножко по-другому идёт. Молодший и рядовый начальниц, старший и высший начальниц государства. Значит, начинается под 1200. Но у них в армии немножко другие. Сами ранее, но, скорее, может быть, всём-то и лучше. Там здесь касается форменного модирования. Ну, это, ну, это, каждая есть своими проблемами. Так что, какие ещё у нас есть плюсы? Начнём с того, что, вне зависимости от возраста, при наличии 20 лет выставки, работник милиции уже имеет право на пенсионное запаспечение. Здесь, если это разъяснять более подробно, то 20 лет выставки входит в служба в армии, плюс непосредственно работа милиции, а также обучение 50% срока обучения в высших учебных заведениях, если на стационарном обучении на пользу. Далее, в милиции есть ещё такое понятие, как льготная выставка. В таких службах, как уголовный розыск, участковые инспекторы милиции, ДСБС, ну, это служба БЭП, год за полтора. То есть, заслужив год, полтора засчитали. Служба ИВС, ну, это изолятора временного содержания, глиционеры, а вольная служба, три ослужили, четыре засчиталось. То есть, реально, в 37 лет человек имеет право получать бензинозабеспечение в размере 50% поддельного содержания. Более детально, что это и будет, бензинозабеспечение, в фонд бензинозабеспечения. Ну, а так, размер бензинозабеспечения разный бывает, поэтому я уточнять этот вопрос не буду. Дорогие товарищи, хотелось бы поприветствовать мне, совету ветеранов, всех присутствующих, пожелать вам успехов, здоровья и защиты своего отечества. Сегодня, как никогда, это правильное мероприятие, формирование воинских частей. Всегда было на первом плане это защита своего отечества. Давайте вспомним битву под Полтавой. Пьет Первый призывал, Пьет Первый призывал, не жалеть своего живота, защищать отечество. В 1812 год, разгром французской армии. И особенно проявилась защита отечества, патриотизм в годы Великой Отечественной войны. Вы знаете, что отечественная война это всенародная война. Все участвовали. И ты, и бойцы, для того, чтобы разгромить фашистов, которые напали на Советский Союз. И имейте в виду, на первом этапе, когда армия была неподготовлена, советская, было отступление до самой Москвы. 18 километров от Москвы была армия, потому что не было вооружения, не было готово защитить свое отечество.